Собственно говоря, всем этим мы руководствовались, а дальше, не знаю, Евгений Александрович расскажет, как он создавал. Да я тоже, собственно, не могу так пространно, что ли, говорить. Могу только сказать о том, как первое впечатление, когда ко мне пришел Владимир Владимирович и пригласил на эту роль. Ну, поскольку я вечно занят, это уже, так сказать, какой-то крест на мне висит, понимаете, что у меня всегда было, так сказать, ощущение, что я нигде ничего не могу, так сказать, спокойно делать, потому что занят в театре, занят, понимаете, дома, дела в Москве и так далее. Тут еще надо выезжать в Ленинград, понимаете, и прочее. Хотя я понимал, что я должен делать. Я понимал, что это Булгаков, что это замечательная вещь, роль прекрасная и прочее, которую надо еще сделать, понятное дело. Ну, короче говоря, мы собрались у меня дома, знаете, позволили себе, значит, организовать стол, посидели хорошо, вкусно, понимаете. И, короче говоря, меня, как бы, так сказать, уговорили, что ли. Вот, хотя я все понимал, что это замечательно, все это нужно. Ну, и как-то я сам себе диспетчером стал для того, чтобы организовать себе свободное время для съемок, взаимоотношения с театром и с какими-то обязательствами, которые у меня уже были по кино. Короче говоря, я, когда уже начал сниматься, я понял, что я правильно сделал, что дал согласие. Потому что с самого начала роль как бы, ну что, задалась, с моей точки зрения. Я понимал, что я делаю, я понимал, против чего, за что я в ней, так сказать, играю, что я хочу. Вот, и я думаю, что это, как говорится, в мою колдовую входит вот эта роль. Я с удовольствием ее играл, хотя было очень трудно. Простите, пожалуйста, я просто хотел на одну секундочку сказать и вспомнить наших друзей, которые принимали участие. В первую очередь, актеров Бориса Плотникова, которого знают наши зрители прекрасно, и Володю Толоконникова, для которого это была первая роль, он играл роль Шарикова. И, кстати, я должен вам сказать, что, хотя он играл с очень известными актерами, они относились к нему удивительно хорошо, помогали очень много. И самое главное, значит, когда снимают «Восьмерку», то обычно, так сказать, ну, Евгений Александрович, если мы снимаем, так сказать, меня, то он может не сидеть, или если мы снимаем его, то здесь можно ему сидеть, я и, так сказать, подавать текст. И вот было удивительно, когда вот с Володей Толоконниковым, чем я снимаю первый раз, сидел всегда Евгений Александрович, то есть он считал своим долгом, так сказать, работать на сто процентов. Это было очень трудно. Мне бы хотелось вспомнить еще наших друзей, которые просто работали вместе с нами, оператора Юры Шельгаранова, немалая часть его в том, что мы получили приз, конечно, здесь есть, и художника Володи Святозарова, который создал все это. Ну что ж, позвольте мне поздравить вас с заслуженной наградой в вашем лице весь коллектив, который создавал этот фильм. Спасибо вам большое за эту действительно очень интересную и талантливую работу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.